Язык Раджасхани это штат Раджасхани с такой довольно колоритной фигурой. И он в принципе сейчас является официальным языком этого штата Раджасхан. В принципе это группа довольно разнообразных диалектов, но все они довольно близкие к хинди. То есть этот штат немножко так к югу от Дели. Там есть несколько специфических диалектов, порядочно отличающихся, поэтому даже отдельно я тут про некоторые сделаю ролики. Но в целом они все имеют общие черты. Основной там диалект Марвари, на котором собственно основан стандарт. И также различные группы немножко других, Мевати, Малви такие, там есть диалекты Джайпури и так далее. Оценка носителей непонятная. По переписи населения 2001 года 50 миллионов человек, но скорее всего где-то 80 миллионов человек, потому что на переписи часто указывают хинди, думая, что Раджасхани мало отличается. Классификацию сложной. Там есть некоторые элементы гуджарати, поэтому спорят, относится это как группе гуджарати, или это все-таки как группе хинди. Но язык сильно походит на хинди, поэтому мне придется опять лингвистическую характеристику краткую делать, потому что все как хинди в основном. До того, как стандарт хинди создали, естественно, они у себя писали на Раджасхане на этом, то есть 14 век, уже там 15 век, они пишут на этом диалекте у себя. В то же время, брадж, то есть старый вариант хинди, о котором я уже тоже рассказывал, он тоже употреблялся параллельно, вместе с местным диалектом. То есть, определенная такая стандартизация, вот в виде браджа, она была еще до 19 века. После того, как образовали штат Раджасхан, они начали поддерживать тут же деятельность на местном диалекте. Как я уже неоднократно во всех этих лекциях говорю, эмансипация местного диалекта, даже если он не очень отличается, никакого отношения к сепаратизму не имеет. Это только в России вот настолько сумасшедший подход у мейнстрима, так сказать, у большинства, что вот если какой-то создается, значит, местный стандарт, то это все уже, раскол страны, все тут уже, война начинается. Никакой войны не начинается. Вот в Раджасхане, как только Индию создали, они сразу создали свой стандарт, восстановили по древним всяким источникам, по современным говорам, и вот все, они его используют, развивали. Создали огромное количество литературных произведений. С 71-го года это официально признанный литературный язык в Индии. Большое количество переводов делают с санскрита, с хинди, с английского и так далее. Кинофильмы снимают и прочее. То есть, никто этому не мешает, и Индии этого ничего плохого не делается совершенно, что они там местный диалект развивают. В основном на базе Марвари используется, является официальным языком, то есть, вот в административном делопроизводстве штата, там массовой коммуникации, образовании используется именно стандарт Раджастхана. То есть, документы на нем там можно оформить в одном штате и так далее. На вывесках есть. Письменность в основном Диванагаре. Есть вариант для мусульман на арабской графике, но мусульман сравнительно мало, в основном индуисты, поэтому в основном письменность Диванагаре индуистская. Что касается фонетики, нет особенных отличий от хинди. Есть некоторые другие звуки, допустим, ла, там такой есть специфический звук, и отсутствует предыхательная ра. В некоторых диалектах там есть, допустим, ца, дза, звуки, которых нет в индийском, но это диалектные особенности. В стандарт Раджастхане фонетических особенностей от хинди серьезных не имеет. Что касается грамматики, довольно сильное отличие, вот я его зафиксировал, что там сохранился эргативный падеж, то есть там не два основных падежа, как в хинди. Хинди в основном падежи какие? Общие и косвенные, да? То есть именительные и косвенные, прямые и косвенные, лучше так даже, да? То есть именительные и все остальные, да? А тут три падежа, то есть именительный, эргативный и все остальные. Вот эргативная, да, структура предложения, как и в хинди, и почему-то ирогативные, потешные, более устойчивые. Хотя вот у нас, допустим, почти у всех индоевропейцев совпадает ирогативные с именительным, и мы даже их не различаем. Для них это очень важно. Имеется, упростилось, тем не менее, изменения по вот этим основам, судя по этому объяснению, и даже особенных каких-то таблиц спряжений, которые для прочих индийских рисовались, их тут нет. То есть, есть определённые чёткие окончания, которые присоединяются, допустим, всегда. Косвенный падеж всегда вот А долгая, допустим, ирогативный падеж всегда Э. Этот множественный косвенный А носовое будет в женском роде и так далее. То есть, даже каких-то вот классов изменения существительного, в общем-то, и нет. Очень много послелогов, причём послелоги походят на хинди тоже. Глагол абсолютно как в хинди, но там сохранилось в будущее время старое санскритское, которое было с суффиксом S. А в хинди там через GO образуется в будущее время, как известно. То есть, вот тут старая более форма будущего времени, а принципиально всё остальное вот так же образуется, то есть, вот в основном аналитические формы, как в хинди. Воспомогательный глагол тоже HUM этот весь и всё такое там прочее. То есть, примерно тот же. Ну, есть другие мелкие отличия в отдельных формах, которые я не вижу смысла. Но в целом, то есть, глагол немного отличается, но очень походит на хинди. Ну, вот в основном такая система числительных ещё можно показать, то, что отличается от хинди в основном составе диалектов. Но в некоторых диалектах тут пишут, допустим, Mewati, это прям в хинди. Это тоже что в хинди. В некоторых диалектах как в хинди местоимение, а вот в большинстве диалектов немножко другие вот такие вот. Синтаксис эрогативный, естественно. Прям есть отдельный эрогативный падеж. Ну, в принципе, тоже близкий к тому, что в хинди мы наблюдаем, поэтому тоже особенно характеризовать синтаксис смысла нет. Что касается лексики. Лексика отличается тем, что в основном местная. То есть, хинди сильно заполнен санскритскими и арабо-персидскими заимствованиями, а от Раджасхани там в основном лексика именно вот та, которую индусы исторически сформировали, то есть от Баала. Но отмечают, что в последнее время под влиянием хинди все-таки санскритизмы проникают. А в целом Раджасхани такой довольно чистый язык, именно вот тот, который народный язык, который сформировался у индусов. А хинди язык сильно заполненный заимствованием. Вот чем они отличаются. Но поскольку я хинди все-таки в значительной степени знаю, я могу сказать, что там заимствований больше, чем половины языка. И если убрать все заимствования из хинди, то получится почти практически другой язык. Ну и, видимо, вот он и получился в виде Раджасхани, именно поэтому они за этот язык и держатся. То есть, по лексике он, скорее всего, отличается порядочно.